Вопрос повестки закона Волгоградской области об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016. Первое чтение. Это была рабочая группа. Рабочая группа приняла следующее решение. Рекомендовать правительству Волгоградской области внести поправки ко второму чтению проекта закона об областном бюджете, предусматривающий приватизацию государственного унитарного предприятия Волгоград, в результате которой собственностью Волгоградской области останется не менее чем 25% плюс одна акция данного хозяйствующего объекта. Сегодня мы не говорим о том, что эти предприятия будут проданы и будут использоваться по какому-либо другому назначению. Тот, кто будет их покупать, наверное, если это такие выгодные, хорошие предприятия, наверное, просто постарается приумножить там и приложить максимум усилий для того, чтобы эти предприятия еще более успешно работали. Под эту программу приватизации, объем которой вообще мы не помним, чтобы за последнее время что-нибудь подобное было, ведь в проекте бюджета заложено 2 миллиарда, предполагается получить 2 миллиарда 300 с лишним миллионов доходов. Все-таки мы собираемся приватизировать вот это все, распродать на 2 миллиарда доходов, или мы все-таки только что-то начинаем делать в 2014 году, зачем мы тогда говорим и фиксируем 2 с лишним миллиарда вот этих дополнительных средств? Я ни слова не сказал о том, что приватизация не закончится продажей предприятий, которые будут происходить, если мы с вами хорошо поработаем в 2014 году, и доходы от которых запланированы сегодня в параметрах этого бюджета. Я, уважаемые коллеги, еще раз прошу прощения за свой голос, хотела бы сказать сказку. Вы ее все прекрасно знаете про Винни-Пухов. Помните этого товарища, который ходил в гости по утра и поступал мудро? Мы сейчас уродовляемся, там уже не у самого Винни-Пуха, у нас, правда, даже пятачка нет, потому что мы их порезали. Мы ходим с нашим бюджетом, надеемся на федеральный центр, что нас тут накормили. Но я вам напомню, что у Винни-Пуха с пятачковым, у них хоть был шарик голубенький, они с помощью него пытались мед какой-то взять. Где этот шарик? Уважаемые коллеги, мы эти шарики уже с потрохами себе продали, и последние шарики предлагаются в программе приатизации продать. Поэтому, уважаемые коллеги, я напоминаю, что у Винни-Пуха вместо мозгового были опилки. Если у нас все-таки вместо опилов мозги, давайте не будем голосовать за этот бюджет. Спасибо. Олег Владимирович. Ну, я понимаю, что за этот бюджет, конечно, надо было бы голосовать при условии. Ну, если бы здесь я со всем уважением отношусь к Олегу Владимировичу, все-таки сидел губернатор. Что он демонстрирует, так сказать, свое пренебрежение к Думе и к такому вопросу, как бюджет. До сих пор никто из предыдущих этого не демонстрирует. Второе. Олег Владимирович, понимаете, сегодня можно было бы нажимать «за», если бы вы в разрезе вот этого письма Силуанова, которого вы любезно раздали депутатам, уже подготовили перечень мероприятий. Ну, для первого чтения хотя бы по разделу направления роста, доходов, бюджета, субъектов Российской Федерации. Я не видел такого перечня и думаю, что никто из структурных подразделений вашего правительства этим не занимался. Поэтому я не могу голосовать, поскольку до сих пор нет разработанных мероприятий по этому поводу. Я удовлетворена таким, в общем-то, серьезным конструктивным диалогом, который состоялся в рамках работы рабочей группы. Что смущает? Смущает то, что ни на один вопрос в ходе обсуждения бюджета не получено было аргументированного ответа. Поэтому я буду, Виталий Викторович, настаивать тоже на голосовании своей поправки. Я не услышала за все время обсуждения программы приватизации в части Волгофарма ответа на следующие вопросы. Первый. Механизм лекарственного обеспечения труднодоступных отдаленных сельских территорий Волгоградской области. Второе. Механизм сохранения у частного фармацевтического бизнеса функций контроля за перемещением контрафактных лекарственных препаратов. Сегодня только Волгофарм за свои собственные средства может сделать анализ лекарственного препарата и сказать, соответствует ли он заявленной формуле или нет. Далее. Я просила, чтобы было заключение госнаркоконтроля о том, что возможно вот так вот быстро избавиться от Волгофарма и частный бизнес сохранить за собой оборот психотропных и наркотических средств. Я понимаю, что в бюджете денег нет, понимаю, что взять их неоткуда, но хочется в ответ на все ваши предложения услышать грамотный и внятный ответ тех людей, которые призваны охранять здоровье на территории Волгоградской области. Ну, я все-таки буду просить по своей поправке, которая касается Волгофарма, чтобы проголосовали депутаты. Статья 27 пункт 2. При утверждении в первом чтении основных характеристик областного бюджета Волгоградская областная дума не имеет права увеличивать доходы или дефицит областного бюджета, если на эти изменения отсутствуют положительные заключения губернатора Волгоградской области. Мы ничего не нарушаем. Но мы не можем, Михаил Александрович, вы же юрист, мы не можем навязать губернатору свой подход. Он может быть только согласован, послушайте, потому что это так говорит закон. Итак, коллеги, ставлю на голосование первое чтение закона Волгоградской области об областном бюджете на 14-й плане в период 15-16-й годов. Поправки рабочих. Один против. 22 решения принято. Спасибо, коллеги.